Продолжение следует... Постепенно апартаменты у нас, вокруг, люди работают активно, активно ищут в туризме от работы в турагентствах до официантов в кухнях рабочих, потому что до сих пор еще не хватает рабочих рук. И до середины июня, конца, в любом случае надо пополнять эти рабочие места, потому что самый пик только приближается. Ну, в принципе, вот так вот, хорошая ситуация, потому что все очень боялись, почему-то даже не там на товар, цены и так далее, а бензин. Из-за бензина, что вот якобы слишком будет дорого путешествовать. Да, бензин у нас, он вроде как, вот, я уже упоминала, 13,80. Многие ездили на границу с Венгрией, но вроде бы сегодня я прочитала, что в Венгрии, венгры не будут пускать иностранцев, типа, чтобы они заправлялись, потому что, типа, все, халява, халява готова. Я знаю, что в Словении, вот, когда мы ездили, получается, уже месяц назад, там был бензин дешевле, и обещали у них, чтобы он оставался до 12, ну, если в кунах считать, да. Я сейчас не знаю, не проверяла, опять же, я уже говорила, что скидки и цены, которые, в общем-то, сейчас как-то установились, нас радуют, и они, возросший этот бензин, как-то покрывают, перебивают. Как будет там осенью, конечно, это уже другое дело, но, опять же, из всех наших соседей, ну, я пример просто приведу. Например, я зашла в один магазин, я явки пароли сдам вам, если кому-то понадобится. Ну, вот, у нас есть магазин Томи, причем есть разные магазины, например, Црекленица или Новый Винодольский. И вы всегда можете, зайдя в один магазин, разочароваться, а в другом городе рядом, там, буквально проехать 10 минут, 15, совсем другой товар, лучше цена и выбор. Это все зависит от, конечно, директора магазина, как он наполняется. У них появился свой товар, и там очень выгодные цены. Были еще в одном магазине, но он малоизвестен, в Хорватии такой, деревенский. Там хорошие макароны, спагетти, мука большой выбор, и цены, ну, очень низкие. Я, например, таких цен вообще реально давно уже даже, несколько лет назад не видела. И я купила, и качество, ну, хорошее, действительно хорошее макаронное изделие. Будет посоветовать, если вы даже вот в Цирквенице отдыхаете, или Сельце, то магазины, вот, например, если сравнивать те же плодины или Лидл, Цирквеница, и в Новом Винодольском. В Новом Винодольском намного выигрывают по чистоте, по выбору, по цене, по многим факторам. Такое ощущение, что ты заходишь, ну, почти что в другой магазин, который один с другим вообще никакой связи не имеют. Так что вот такие вот дела, если кого-то что-то по таким вот вопросам интересует, можете спрашивать. Потому что, знаете, когда отдыхаешь, семья большая, не знаешь, какие условия, в общем-то, люди иногда и хотят готовить, не могут, там, по условиям в апартаментах, или не успевают. Так что, знаете, немаловажно цены, где закупаться, а другое, что рестораны также подняли цены свои, и, думаю, кушать дома. Намного выгоднее.